Если вы хотите узнать о глобальном каптуре между Evolve RP и Sam Prep, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому если вас все это заинтересовало, то переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь, а также регистрируйтесь на мой никнейм на сервере Arizona RPFenix. Всем да. 11 апреля на сервере Sam Prep, по-моему, на втором, началась подготовка к глобальному вару между, так сказать, игроками Sam Prep и такими группировками с Evolve Roleplay. Суть данного вара заключается в том, что на протяжении нескольких дней они будут сражаться между собой и, в конце концов, узнают, кто из них на самом-то деле лучший. Sam Prep Шнэй Гетто или Evolve РП Гетто? Однако, если мы немного далее углубимся во всю эту историю, то поймем, что на Evolve РП Гетто, конечно, развито, но будем честны, вот так ли часто на Sam Prep отлетают за читы, как отлетают, допустим, на том же Evolve? Лично я-то, как бы, не знаю, я не играл, но вот по каким-то, знаете ли, видеороликам, допустим, на Ютубе, по каким-то вот этим, знаете ли, прочим вещам, я могу сказать, что процент людей, которые играют с читами на Evolve Roleplay, он значительно больше, чем процент людей, которые играют с читами на Sam Prep. Разумеется, все это идет от лукавого, а точнее, от рекламной кампании, проводящихся на обоих проектах, так сказать, на GTA Sam Prep Ютубе. Если Sam Prep зовет к себе достаточно разных ютуберов и двигает разные локомотивы во все вот эти вот, знаете ли, ваши интернеты и аудитории, то Evolve РП берет преимущественно гетто ютуберами, такими, как, я не знаю, Toffic Deep Size, Кахановский, кто там еще были, вот всякие там, знаете ли, Луняши Царства и, конечно же, Небесные. Об этом также есть отдельный видеоролик на канале, если вы, мало ли, всегда хотели узнать о том, где сейчас находится Луняша, что с ней вообще такое случилось, то смотрите ролик по подсказке справа сверху, ну, мало ли, если вы его еще не смотрели и вообще знать не знаете вообще, где находится на данный момент Луняша, потому что Луняша это, в самом деле, был такой, знаете ли, действительно гетто ютубер от Evolve Roleplay. Но мы немного отвлеклись, так вот, в чем же суть всего этого мероприятия? Разумеется, что в 2020 году заставит кого-то просто так, знаете ли, воевать между друг другом, просто ни из-за чего, даже не обладая каким-то таким, знаете ли, конфликтом, хотя вот тут давайте немножко поподробнее остановимся. Конфликт между серверами и игроками серверов есть всегда. Стоит вспомнить только, допустим, о трансляции Митина, где он выбирал сервер себе для игры, ну, это ж вообще какой-то кромешный пиздец, то есть игроки Аризона Рулеплей хуесосит игроков Даймонд Рулеплей, а игроки Даймонд Рулеплей хуесосит игроков Аризона Рулеплей, за то, что на Аризона Рулеплей они игроки Ашоты, а вообще это не Аризона, а вот на самом деле донат машина. И тут вот примерно как же, как-то вот более-менее как-то так все это происходит, потому что вообще Эвольф Рулеплей, это вот я до сих пор лично считаю, мое личное мнение, как бы имею мнение хуй, а споришь, как говорится, им хо, что Эвольф Рулеплей это такая, знаете ли, подделка с АМПРП. Я примерно представляю, на какие темы у игроков обоих этих проектах могут быть холивары, мол, там знаете, игроки САМПРП говорят, да у вас, блять, слышите, вы наш мод вообще спиздили, нашу интеллектуальную собственность, ёпта, которую мы там сами программировали, сами сидели, кодили, а игроки, допустим, Эвольф Рулеплей говорят, да у вас, знаете ли, руководство все хуй просто на вас положило, а еще хуяку забило на вас, и вы там, я не знаю, в бане сидели там еще, вы где-то сидели там, знаете ли, ваши аккаунты. Эль Капон банил, пока мы, знаете ли, на Вольф Рулеплей поднимали территории с нуля, и вот потом схлестываются во всю эту ожесточенную борьбу, и начинаются по итогу там, знаете ли, уже мамки, папки, там вот все-все-все прочие папки на рабочем столе, разумеется, и вот все такое. Но, скорее всего, это просто там нет никакого конфликта, просто решили, вот, знаете ли, разработчики СамПРП, знаете ли, устроить такую, такую вещь вообще, такую, знаете ли, интригу сделать для абсолютно всех игроков. То есть, и, наверное, игрокам СамПРП это будет интересно, и игрокам Эвольф Рулеплея. Чтобы побольше их как-то смотивировать, то, разумеется, они там включили, во-первых, ускоренную прокачку, Х2, насколько я понимаю, и вот все-все-все в этом роде. То есть, XP, там, знаете, Х2, там, дальнобойщик какой-нибудь Х58, а я не знаю, там, скилл автомеханика Х69, скилл автоугонщика, там, Х228, ну и все вот в этом, вот, знаете ли, темпе. Ну, как-то так. Однако, чтобы еще немного подкрепить вот эту, знаете ли, ожесточенную борьбу, весь этот биф, весь этот конфликт, они придумали еще выдавать... СамПРП, не СамПРП, а я хотя бы не позорюсь. Денежные призы тому, видимо, той стороне, которая, по всей видимости, выиграет. Вообще, я не знаю, как можно-то, типа, банды-то их всего сколько, их всего 4, да, в гетто, и как вообще можно поделить 2 на 4, ну, не особо, так сказать, предполагаю, потому что стороны враждующие-то их 2, как бы, понимаете ли, СамПРП и Эвольф Рулеплея, а банды их всего, как бы, ну, 4, и вследствие этого непонятно, что вообще там будет. Если на моем канале, мало ли, есть игроки СамПРП, которые выкупают вообще за то, что у них там происходит, какие у них там движухи, знаете ли, вообще идут, то можете, разумеется, написать мне обо всем этом в комментариях больше 4 слов. Это обязательно вообще, то есть больше 4 слов вы там пишите, мол, знаешь, вот, у меня много всего было. Я вот из данного видеоролика узнал то, что я на самом деле, вот, игрок Эвольф Рулеплей, или, знаете, нет, я узнал то, что я не говноед, и я играю на СамПРП, потому что я вот, если выбирать какую-то сторону, там, знаете ли, СамПРП или Эвольф Рулеплей, то, разумеется, я выберу СамПРП. Если вы мало ли не знаете моих мотивов и всего прочего, то рекомендую вам настоятельно посмотреть СамПРП сезон 1 на Максима Кудрявцева, это последняя серия в данном сезоне была, и я думаю, что вы узнаете оттуда много всего нового для себя, для своих друзей, для своих знакомых, для своих родственников, и, возможно, для людей, которые играют на Эвольф Рулеплей. Потому что я многократно общался с людьми, которые играют на Эвольф Рулеплей, как в реальной жизни, так и где-то там, знаете ли, в Аватарике ВКонтакте, в Телеграме и во всех-во всех прочих делах, и вот постоянно они говорили одно и то же, мол, руководство СамПРП забило, руководство то, руководство сё, но по итогу вот сейчас уже я записываю данный видеоролик в то время, когда уже вроде как начались все эти капты, то есть 11 апреля было дано 2 дня на подготовку, и теперь вроде как капты уже должны начаться, и там вообще должна быть уже, я не знаю, мясная заруба, там MMORPG с элементами паркура, там, я не знаю, графический шутер с элементами, я не знаю, там, каких-нибудь фэнтези, вот, и прочих вещей, поэтому рассказывайте, как пройдёт весь этот вар, кто победит, кто проиграет, а я за всем этим буду наблюдать в комментариях и ехать в Порш, как говорил один мыслитель. Вообще, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также ссылочка на мой телеграм-канал находится в описании данного видеоролика, подписывайтесь туда, чтобы узнавать информацию вообще обо всём, а также не забывайте заходить на Arizona Roleplay сервер Phoenix, предварительно указывая мой никнейм DanteConnor в окно пригласившего вас игрока, для того, чтобы у вас на вашем проекте, на вашем новом сервере всё было замечательно и всё было хорошо. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok